Яна, привет. Очень хорошо слышно, видно, все супер. Запись у нас идет, мы записываем наш с тобой эфир. Давай с самого начала, потому что информация была очень много интересной и важной, и я уверена, что многие, кто будет смотреть этот эфир, будут очень сильно тебе благодарны, что ты этим делишься и рассказываешь. Значит, первое, давай с тебя. Как давно ты пишешь? Я пишу, ну, как сказать, если в общем, то с детства. Ходила в художественную школу, потом поступила на дизайнера интерьеров. Но вот писала, там, получается, ну, все стандартно, натюрморты и так далее. За шесть лет учебы все желание убили, и после учебы я семь лет вообще не брала в руки. Ни краски, ни холсты. Вот. Потом я пошла на курсы питерские эры по новым, ну, всякие потани и так далее. Там текстурные пасты. Мне просто было интересно. Мне захотелось снова попробовать. Ну, потому что здесь декрет три года сказался и так далее. То есть, ну, просто захотелось что-то делать. Вот. Курсы я прошла. Как бы, да, интересно мне было. Вот. Но я начала искать свое направление именно, ну, не с поталью, не с объемной техникой, а именно вот акрилом. Я писала в свое время и маслом, ну, и всеми материалами, какие можно, скажем так. Но вот акрил мне больше всего нравится, поэтому решила им. Выбрал для себя технику, которая мне вот прям по душе. Вот. И начала писать. Параллельно мне рассказали про вас. Да. Вот. И я начала смотреть ваши эфиры, там, YouTube, ну, и все такое интересное. Мне стало очень интересно следить за вами. Вот. И, ну, у меня появилась цель со временем пройти ваш курс. Угу. Угу. Потому что я, ну, понимала, что сейчас я еще не готова, я только начала, мне нужно набить руку, ну, в конце концов, написать много работ, вот, и только после этого пойти на курс. Я зашла самостоятельно на СААЧе, ну, как, размещала по столько-поскольку туда работы, ну, все, что было, скажем так. Угу. Яна, вот смотри, у тебя за спиной твоя работа, покажи, пожалуйста, потому что у нас, как бы, сейчас видео, и, в принципе, чуть-чуть, да, туда, а вот вижу несколько, классно, все, вижу. Чтобы все другие, да, кто смотрит, видели тоже. Это я попробовала ненатянутые писать, у меня не было такого опыта, но так как у меня куратор на вашем курсе Рима была, вот, я очень внимательно сейчас за ней тоже наблюдаю, и, ну, решила попробовать не натягивать. Поэтому... Как понравилось? На стену. Это удобнее, скажем так, не знаю, насколько будет там по факту, но большие работы я бы хотела, конечно, так делать. Вот. На арт-мажор я зарегистрировалась тоже летом, получается, и тоже туда, ну, залила несколько работ буквально, вот, пробовала еще какие-то галереи, но, насколько я поняла, они мертвые, вот. Вот, потому что, ну, совсем никак. Да. Вот. И, соответственно, вот в декабре я только решила, что готова к вашему курсу. Угу. Вот. Пошла на курс, и уже на тех галереях, в которых я была представлена, скажем так, старалась делать как нужно. Ну, да, то есть, как бы более такое активное движение у тебя пошло на них, ты уже стала понимать, что им нужно делать. И получается, когда у тебя произошла продажа, вот, большой работы, да, предисловие, потому что многие, кто сейчас будут смотреть это видео, возможно, они не были на нашем инстаграм-эфире, да, то есть, то, что мы делаем запись. Значит, у Яны продалась работа во Францию, размер 150 на 150 сантиметров, весом ориентировочно ты обозначила 15, но по итогу получилось 28 с упаковкой. И ты написала в нашем чате, help, help, помогите, что мне делать, у меня продалась работа, она большого размера, как мне её упаковать, как мне её отправить, как бы, то есть, очень нестандартная ситуация. И вот теперь давай рассказывай, как всё было. Мне сразу же в чате написали кучу вариантов по отправке, которые я впоследствии стала мониторить. Вот один из вариантов мне присылали, кто-то очень часто пользуется Space Express. Да, да. По факту, с ними достаточно удобно и комфортно в плане общения. Они пишут в WhatsApp, ну, то есть, можно им позвонить, но потом по факту переписываться в WhatsApp и отвечают очень оперативно. Вот, у них хорошие цены, насколько я поняла, но мою картину они не смогли взять. Вот, они с кем-то там связывались, им пришёл отказ по габаритам. Да, ну, потому что я понимаю вот SpaceX, что они всё-таки как посредники. И вообще многие компании, как бы, логистические, они тоже, как бы, всегда все друг у друга на аутсорсе. Потому что у таких, как бы, гигантов, как DHL, там, не знаю, Fidex, у них есть уже настроенные логистические пути, причём они могут быть разные по разным странам. И, например, иногда бывает так, что DHL настроена в одну страну, а, например, там, у другой компании в другую, и они передают друг другу заказы. Да, и вот, например, тот же самый SpaceX, я думаю, как бы, пообещали, типа, мы сейчас попробуем отправить вашу работу, стали искать, как бы, мониторить варианты, и, как бы, по итогу оказалось, что не получается. Они сказали просто, такие габариты буквально до января можно было переправлять, а с января новые правила. Вот, ну, как-то так. Да, и вот мы ещё не проговорили с тобой, да, потому что, думаю, будут вопросы, а почему нельзя было снять с подрамника? Её нельзя было снять, да, потому что это... Да, это, по факту, это, как сказать, лист МДФ, лист МДФ на подраме. Панера, да, как панера. Тяжёлая, объёмная. Да, то есть, ну, как мебель, я называю это диван, я отправила диван, вот, как мне кажется, потому что, ну, поднять я сама его не смогла бы. Вот, а потом я связывалась самостоятельно с артпочтой. Вот то, что не услышали, мне с ними не понравилось общаться абсолютно. На звонки отвечают они оперативно, да-да, но по факту, когда нужно прислать какую-то информацию, они пользуются только почтой, и это может растянуться просто на целый день. То есть, вот я звонила, например, пять раз, и они только к концу дня мне прислали более-менее что-то ориентировочное. То есть, вот два дня я с ними списывалась. В итоге они мне предложили за 160 тысяч переправить через границу мою картину и оставить где-то там в аэропорту, как они вот сказали, то есть за 160 тысяч. За 300 тысяч они могли ее доставить до клиента. То есть расценки как DHL мне присылал, как физлицу. Вот, то есть, ну, скорее всего, они DHL пользуются, я не знаю. Ну, они так же, да, они так же на аутсерсе. Ну, вот смотрите, у меня опыт с артпочтой был, мне они понравились, потому что, ну, как бы в тот момент за все это платил клиент. Да, то есть это немножко такая другая ситуация. И, как бы, безусловно, артпочта – это такой, как бы, сервис для таких, как, скажем, премиальных клиентов. Да, когда клиент платит, и, как бы, пожалуйста, мы же за ваш счет станцуем. Вот, то есть, как бы, вот такой сервис. В твоем случае тебе надо было максимально, как бы, экономно это все отправить. Вот, и я тебя здесь очень хорошо понимаю, потому что, в основном, как бы, я сама такая же, как бы, начинающие художники, да, то есть, во-первых, и в голове еще сложно уложить, что, оказывается, могут за 250 тысяч рублей купить картину, да, вот, как бы, а тут еще ее отправить, и еще за это 300 сверху надо заплатить, и где же этого клиента взять, да, вот. Но теперь, я уверена, ты знаешь, что есть клиенты, которые покупают за 250 тысяч картины. И если бы, я уверена, как бы, изначально было обозначено, например, как при продаже на Сачи, да, либо на других, там, сингла-арт, изначально они ставят, стоимость доставки будет такая, да, как бы, ну, еще высокая, да, там, еще 100 тысяч сверху, они говорят, окей, да, конечно, работа дорогая, она не, ее стоимость доставки не может стоить 100 долларов, вот. То есть, и ты, как бы, получается, начала искать максимально оптимальный вариант, потому что, в твоем случае, как бы, доставка была за твой счет, да, из твоей прибыли это вычтут, и это абсолютно, как бы, логичная история, вот. Что по итогу? То есть, DHL, ты сказала, что тоже тебе выставил, там, 300 тысяч, да, как бы, вот этот счет? Да, как физлицу. По итогу я отправила также DHL, но через арт-мажор. То есть, у них это оказалось в три раза дешевле, и стоимость составила 80 тысяч. То есть, это самый минимум, который мне вообще, в принципе, предлагали на, ну, в остальных доставках, просто физически они не могли взяться за такой груз. Да. Вот, поэтому было очень удобно, конечно. Да, я хочу здесь проговорить такой момент важный, что действительно у онлайн-галерей есть свои договора с определенными логистическими компаниями по всему миру. У них совершенно другие тарифы, да, и, например, когда мы выставляем там цену на том же самом СААЧ, да, мы видим всегда, в зависимости от стоимости картины прибавляется стоимость доставки. И иногда это там 150, иногда 100 долларов, иногда там, я не знаю, 200 долларов стоим, иногда 300 бывает. Но все равно, если это большой габарит картины, не может она стоить как бы 300 долларов. Вот в их случае может, потому что у них как бы свои корпоративные договора, и как бы это может случиться. Знаешь, какой важный момент? То есть ты действительно, когда поняла, что не получается, то есть тут какой-то трэш, ты уходишь в ноль, не в ноль, а в минус, ты еще должна заплатить. Как ты решилась написать арт-мажора об этой ситуации, что как бы вот так вот произошло? С арт-мажором тоже я очень долго пыталась до них достучаться, в плане, что они очень медленно отвечают на сообщения, прямо очень медленно. И мне посоветовали написать просто большими буквами SOS HELP, чтобы они увидели вообще мое сообщение. Я им написала, и они мне буквально в течение получаса ответили, да, какая у вас проблема, что случилось? Вот, и я вот объяснила ситуацию, и они говорят, да, без проблем, все хорошо, все вышли. И под вот этим вот SOS HELP мы переписывались все это время, то есть и они отвечали достаточно оперативно, вот. Больше проблем с ними не было. Даже когда вернули картину, то есть дошла она до Москвы, с документами что-то не в порядке, ее вернули. То есть я правильно понимаю, что из документов ты приложила там справку, инвойс, что ты как бы физлицо отправляешь в физлицу, и там не было указано, что это подарок, да, то есть ты как бы вот в этих декларациях как бы ничего, и из-за этого ее, получается, на таможне остановили, Диечель начал думать, что делать, да, то есть какие действия были? Мне позвонили, сказали, что, ой, ну она дорого стоит, у вас в инвойсе написано, там арт-мажор пишет, что коммерсал, ну коммерсал, да, значит у вас продажа, и значит вы должны заплатить вот такой-то налог в 20 тысяч, как юрлицо, то есть вы приравниваетесь к юрлицу. Таможное декларирование, да, таможное декларирование. Переоформить это все на юрлицо, мы не можем держать у себя ее, мы возвращаем вот картину, вот, картина вернулась, я все это, где можно было, исправила, свой инвойс приложила, то есть написала, что подарок, там убрала слово коммерсал везде, вот, как нужно сделала, и нужно было опять, чтобы арт-мажор отправлял запрос DHL, как повторное, ну как будто новый заказ, да, вот, и они достаточно очень оперативно это сделали, то есть прям, вот я, например, в 10 вечера им написала, ну у них там время чуть-чуть другое, вот, а в 7 утра они мне уже опять прислали, что да, все хорошо, мы все это сделаем, документы, вот, и так далее, вот, вот, то есть это быстро достаточно было, до праздников, и в итоге, вот, с 22-го числа по 28-е ровно получается 6-7 дней доставка до Франции заняла от меня до клиента. Да, ну, в основном, да, иногда даже до Америки долетают, если это DHL, там, в течение 5 дней может работа, как бы, долететь, и иногда, может, даже и раньше. Расскажи, пожалуйста, как курьер забирала, то, что мне кажется, это важно знать. Ой, но... Давай, Ян, Ян, извини, а как ты ее упаковала, работу, то есть она у тебя была в фанере, или как бы... Нет, смотрите, там у них, я поняла, что вот габариты, вот, буквально расхождение в 2-3 сантиметра, по весу в 2-3 килограмма, очень важно, поэтому я ее максимально облегчила. Я увидела, у нас в чате как раз присылали видео, Ира Волкова делает большие работы. Она делает с помощью листов ДСП и приклеенного на полиуретановый клей пенопласта на них. То есть картина получается как бы в углублении, а по бокам, по всему, это все пенопласт, ну, внутри, снаружи, вот. И эти листы скрепляются очень хорошо, такими болтами конкретными, ну, то есть, чтобы уж никуда не делось, ну, и пленкой и так далее, как стандартно. То есть, и получается по габаритам буквально на 10 сантиметров разница, а по весу, ну, в 2 раза больше, вот. Ну, вот смотри, то есть поли, вот этот, как пенопропилекс, он, по-моему, называется, да? Да, да. То есть, и потом сразу пленка, то есть без картона. Без картона просто как бы... Без картона, без всего, да. Без всего. То есть, получается, картина, у нее бортики из пенопласта, лежит она на пенопласте и сверху пенопласт. И плюс еще сверху для прочности листы ДСП. Да, сверху ДСП еще, ага. Да, вот. Но, то есть, она, ну, сама по себе такая основательная, то есть, это не холст. Хотя вот Ира Буникова, она холсты отправляет, у нее, я так поняла, нет проблем с этим. Вот. И как бы я не стала ее больше картину усилять ничем. Да, ну, смотри, если у тебя, получается, по бокам еще ДСП, ну, то есть, это почти как фанера. ДСП же, это почти как фанера, просто она полегче, потоньше. Вот. Ну, то есть, вот я об этом и говорила. Потому что я подумала, может быть, просто ты взяла МДФ, а потом по бокам, как пирог сожила, значит, вот этот, либо пенопропелекс, да, который очень легкий. И как бы по бокам еще как бы у тебя как бы вот это ДСП шло. То есть, это получается как фанерный, самодельный фанерный короб. Да, да, получается, вот. Но тоже сама я бы его не сделала, мне делал муж, как бы, ну, либо кого-то нанимать надо, я не знаю, но все равно это очень нужно делать. Да, то есть, взяли картину без проблем, то есть, не ящик, но как бы упаковано все прочно, ровненько и так далее, без проблем. Вот, и по габаритам, соответственно, тоже максимально все прошло. Это получилось 160 на 160 и по толщине? 10 сантиметров. 10, да. По весу 28 килограмм, ты сказала. Да, да. Ну, получается, в два раза, так как габариты большие, увеличивается объемный вес. Вот. Так, а что еще? Еще дальше, да. Ты ее отправила, как бы, при помощи доставки, предоставляемой от арт-мажора DHL. Они ее отправили, были проблемы с документами, их решили, ты документы полностью переделала, что это физлицо, ты отправляешь. И DHL согласились, правильно? То есть, зная всю эту ситуацию, они согласились как бы ее отправить как подарок от физлица в физлицо. Она улетела. Улетела у тебя как бы во Францию, долетела, ты сказала, за 5, по-моему, да? 6-7 получилось ровно. Да. 6-7 дней. Да, но я еще раз скажу, я говорила сейчас в Инстаграме, что ты реально герой, потому что у меня столько сообщений, знаешь, в директе, то есть, Саша, что мне делать? Я вот такую работу 40 на 50 не знаю, как упаковать, а вдруг у меня ее купят, что мне делать, да? То есть, и как бы, когда ты, вот, живой пример человека, который относительно недавно вернулся к живописи, стал писать большие абстракции, на самом деле это вызывает достаточно много уважения, что ты не боишься и большие холсты, потому что очень часто художники боятся, потому что, ну, как-то вот, ну, не получается, да, то есть, как бы, раз, и ты поставила высокую цену, я так понимаю, скорее всего, для Симела Арт ты это сделала, да, то есть, для портфолио, нет? На самом деле, я поставила высокую цену с расчета, что не купят, вот, то есть, на Сачо у меня вообще она за миллион стояла, мне все смеялись, ха-ха-ха, зачем такую высокую, вот, но я тогда промониторила доставку, и доставка была около 200 тысяч, ну, там, плюс-минус, и поэтому, ну, на Артмажоре я поставила ее за полмиллиона, но я не учла, что клиент может попросить скидку, вот, и что он, соответственно, и сделал, вот, но, скажем так, вышло, что все в плюсе, насколько я поняла, посчитала. Да, 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 я, ну, ты знаешь, даже, например, если бы ты вышла в ноль, у меня были такие сделки, я могу сказать, что в самом начале я тоже от неопытности, от непонимания, и, как бы, я поняла, что, блин, либо я вышла в ноль по этой сделке, либо у меня там осталось совсем чуть-чуть на новенький холст, да, такой же работы, я все равно себе говорила, молодец, потому что это был опыт, который ты учитываешь впоследствии, да, ты его проживаешь, ты понимаешь, что ничего теперь мне не страшно, есть клиенты, которые и за 250, и за 500 готовы эту работу купить, еще столько же там заплатить за доставку, как бы все норм, главное знать, где эти клиенты, вот, то есть вот этот, на самом деле, момент такой действительно героический. Да, то есть вот для сравнения, у меня сейчас маленькая совсем работа отправляется в Японию, вот, 20 на 20, я буквально все документы, все это за полчаса подготовила, вот, все упаковала, тоже там за час, наверное, там, ну, получше, вот, и все, вот, сегодня жду курьера из DHL. Это через Тресеру у тебя продажа? Да, это через Тресеру, то есть они сами тоже все организуют, как бы, ну, тоже достаточно комфортно. Да, то есть у нас, получается, сегодня 2 марта, и они у тебя ее забирают, эту работу, то есть, как бы, задержек там из-за ситуации, как бы, в мире, то есть они, как бы, ничего, как бы, забирают. Вообще ничего не сказали, да. Да, потому что многие писали, что даже отправки в Японию идут через Германию, то есть вот этот момент, вот, но тем не менее, да, то есть я думаю, что они просто как ориентируются на текущую ситуацию, что как есть, да, то есть продолжаем работать и адаптироваться, вот, например, как и мы сейчас, да, проводим эфир в Зуме, вот, под текущую ситуацию. Ян, огромное тебе спасибо, вот, за то, что ты нашла время, рассказала, как бы, в эфире, что твой кейс, потому что я помню, ты написала, как бы, я видела, что там началось такое общение, я нигде не писала об этой продаже, потому что мне хотелось, чтобы она свершилась, и вот по факту, да, я увидела, что ты пишешь, все, я отправила, я, как бы, сразу тебе написала, давай об этом расскажем, потому что кейс такой достаточно, как бы, яркий, и, как бы, я думаю, что многие сейчас послушают, посмотрят наше видео и скажут, как бы, круто, я тоже так хочу, вот. Да, и важно. После этого действительно очень страшно. Да, на самом деле так и есть, даже после первой продажи уже не так страшно, то есть вот первый факт, он самый, как бы, такой страшный, непонятный, что, как, зачем, а потом уже, как бы, ты понимаешь, что везде люди, а с ними можно общаться, договариваться, искать какие-то компромиссы, потому что абсолютно всем арт-мажор, они хотят заработать деньги, DHL, они хотят заработать деньги, как бы, есть разные варианты, да, и, как бы, когда ты в таком комьюнити находишься, например, там, в нашем чате выпускников, я думаю, что у тебя поддержка такая была достаточно хорошая, от всех, кто там тебе советовал, рекомендовал, что ты не так, типа, как в поле воин один, вот, то есть вместе со всеми. То есть у меня не было, там, проблем какой-то, там, с экспертизой, еще с чем-то, то есть вот документы, вот, я жалею, что приложила все-таки арт-мажоровский инвойс вот этот, то есть нужно было изначально сделать, как надо, вот, то есть вот с этим проблем не было, была проблема вот именно в доставке, потому что еще никто не отправлял именно вот, ну, такой габарит. Да, да. Ну, вот смотри, по поводу инвойс арт-мажора, я здесь хочу сказать так, что у них хороший инвойс, то есть это такое головная боль снимается, но если вдруг работа, посылка заметная, то тогда действительно нужно вот эти все слова коммерчески, это все нужно убирать, как бы, если это небольшая работа, например, там, до 70 сантиметров, это очень быстро, ты распечатал, удобно, как бы, тебе ничего самостоятельно документы составлять не надо, распечатал, прикрепил, отправил. А вот если большая работа, тогда уже, как бы, так и есть. Да, ее не спрячешь, не потеряешь. Да, да, она заметна, и сразу все начинают отрабатывать свою зарплату на всех этапах, вот, и, как бы, как она есть. Все, круто, Яна, огромное спасибо, мы сейчас это разместим на Ютубе, если получится в Инстаграме, тоже я тебя обязательно отмечу, и жди заваленный директ вопросами от других художников. Спасибо вам большое. Яна, я тебе желаю удачи, вот, я, как бы, так, левым правым глазом наблюдай за тобой, и я уверена, что у тебя все получится, потому что ты очень смелая. Многие, я уверена, бы просто испугались и отказались, бы сказали, да ладно, пусть она у меня здесь как стояла, как в гостиной, там, в прихожей, так пусть и стоит, да, как бы, вот так вот, а ты не побоялась и, как бы, пошла до конца. Круто, молодец, вообще просто супер. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, пока. До свидания. До свидания.